Доброго здоровья, Хунту и Хунтубры! С пострелюшками и жестким чем-то там с утра, будьте здоровы! Сезон начинается! Мне тут одна барышня, понятно чей избиратель, доказывала, что книжка называется «Портрет Кристиана Грея». Я в таких случаях не спорю, бесполезняк. Кайша говорю его самого, в интерьере, обязательно в интерьере, бедненький, пытался скрасить серые миллиардерские будни, как говорила Монализа. И фиг бы с ней, с красной комнатой! Участники совершеннолетние, относительно в своем уме и письменно согласны. Но тут попалась мне на глаза фотография из Нью-Йорка. Ну, это там, где дороги хуже, чем в Киеве, со слов наивеличнейшего. Одна мысль. Клоун больше не делает кассу. Пустая стулья в зеленой комнате. Взрослые в своем уме. Разбрелись. Так что риторика подворотни будет только для своих избирателей. Разговоры о необходимости реформирования ООН уже стали правилом хорошего тона. Но пока Лавтерлянд постоянно член Совбеза, это технически крайне трудно. ВАВА не первое хмло на высокой трибуне. И не последнее. Просто напрашивается один момент. Общеизвестно положительное отношение великчайшего к ВСУ. Положил и все. К дипломатии отношение такое же. И черт бы синим с пиписепедистом. Но за безопасность страны и международные отношения отвечает именно... Все вот это вот. Вышло по-пацански. ООН? Ага. И с этой хохмой оно поехало в Одессу? Чи таки в Нью-Йорк? Ладно. Шот оно вшило про крымскую платформу. Ясно, шо не само додумалось. А остальное? Деятель зрелищных искусств плохо смотрел голливудскую классику. Когда отошедшему отдел супергерою становится вот реально надо... Пенсионная трансформируется в посвитку УБД. С того самого берета сдувается пыль и восстанавливается выправка. Герой докуривает и лезет в гараж. И усе. Дальше только вореженьки разлетаются. И везде воронки после взрывов. Пенсия. Че? Эх, попкорн придется запивать абсентом, бы уже не берет ни то, ни другое. Если раньше с трибуны ООН России от Украины прилетала с подкручиванием, то сейчас глава государства попервах кидает обидку. Мол, продырявили шофера моего шифера. Такая вот цена реформ. Мася, какие реформы? Подгрести все под себя? Распилить все так, что дров в бюджете можно использовать для исследований земной коры? Хотя, какие реформы, такая и цена. Раньше говорили о смертях украинских военных и гражданских, а теперь по стрелюшке, печалька. Но мы жестко ответим. Ты проснись сначала, осподи. И сколько б не говорили о неповоротливости и неэффективности ООН, а Генассамблея – важная площадка для переговоров. ГА – это всегда о персоналиях. Есть те, кто делают ассамблею генеральной, и те, кто раз за разом подтверждает свою гомнительность. Это я к тому, что проблематику Севпотока-2, как источника дохода для страны-агрессора России и, следовательно, угрозу безопасности Украины, обозначил президент Польши Анджей Дуда. А наш потерпевший гнул пальцы и учил ООН родину любить. Только вот чью, не совсем понятно, оно ж такое мутное. И тут начинается самая мякотка, в смысле жесть. Клоуны, в плохом смысле слова, могут срежиссировать только Балаган. Операцию, которую изучали бы спецслужбы мира и креативная команда Бандианы, они сорвали. Там все сошлось. Зависимость, зависть, ретроградный обкурий в созвездии Трынгеца. Деятели киноискусства от Белинкад сказали – «Сейчас все будет. Чем решили перебить наши?» «Даешь комедию тупая и еще безуглия». Не зашло. Виновники торжества укатили в Америку, оставив в пародию то ли на форсаж, то ли на перевозчик. Из гуана и палок, чи то и там бабки попилили, чи то фантазию на ней оценюхали. Обратно не зашло. Чем дальше в зеленый лес, тем быстрее общество соображает, что буборылыми отмазками и безодарными нападами ничего не замажешь. Вменяемые люди задают вопросы. «А шо там с ТСК?» «А с антиолигархическим законом?» Заслушивание показаний Бурбы перенесли в полшестой раз. «Закон для олигархов. Сесно приняли?» По законам гармонии у полшестого преза спикер должен быть как минимум полторашка. Вот Стефанчук и старается. «Никаких поправок развели, понимаешь, демократию. Даже контуженным не в ту ногу водила и не отвлечь. Ничего, ща мы тут. Кого надо назначим олигархам, кого надо благотворителям, а кого-то вообще вырвем из контекста». Вавочка нацелился на второй срок на банковой, чтобы не заехать на первый, но уже на Лукьяновке. То есть РНБО – это теперь «Работаем за нал, боремся с олигархами». Так из Верховной Рады сделали парламентаризм, демократия, независимые СМИ. Все в красную комнату. В кремлевском смысле слова. Там, вдобавок ко всему, о чем мы подумали, еще есть серп и молот для тех, кто дюжев умный. Они будут и дальше надуваться счастьем и баксами от безнаказанности. Фабрики, обереченным придворным олигархам, земля, подраспил, наручники, оппозиции и СМИ негативным блогерам, плетка, стоп-слово. Не смешите. На подвале стоп-слова нету. Это я второй сорванной операции по выемке наших пленных из изоляции. Такой узел зелень скрутило, никакому шибаримастеру и не снилось. И очень не хочется за все наверчанное отвечать. Во всей этой ситуации даже проблеск позитива с запахом гари. Когда в Ленте появляются посты о поездках на ноль и фотографии, видно, как искренне радуются люди, которые за годы войны видели все. Радуются абсолютно простым вещам. Поэтому карточки Романа Доника в Приватбанке продублирую в описании к ролику и в первом комментарии. На войне нет мелочей. Самое маленькое наше усилие – огромная поддержка для тех, кто защищает весь этот глубоко озабоченный континент. Отвечать придется. Надругательство над Конституцией даром не проходит. Украина и не Беларусь тоже. Можно затягивать разбирательство по Вагнергейту и препятствовать работе народных депутатов. Из-за вгар в Ростове охренеет от того, как порешал завхоз. Но нельзя считать миллионы людей такими же идиотами, как сами. Как сказала Ирина Герасченко, парламент сломался. Значит, скоро надо будет заносить новый. Принятие диктаторских законов в Украине запускает обратный отсчет в любимом зэшками турборежиме. Кто-то хотел поработать до Нового года? Мечты должны сбываться. Только вот сидеть потом придется не под мальдивским флагом, как наш октябрёныш в Нью-Йорке. Да какая разница? А на нарах? Да и на Наполеончику капризничать не придется. Типа, нет, дядь Беня, в систинке я не буду, никто не спрашивает. Бумажка-то кровью подписана. А пока давайте о прекрасном. К расследованию покушения на Шефера подключили водолазов. А почему не медиумов сразу? Сэкономили время. Вот так и живём в зелёной повестке дня. Я бы дал ей дулю в кармане, но всё забито клятой бджылкой, кривавой шоколадиной и злочинными вафельками, так что приветливо помашу средним пальцем. Не расходимся, этот сезон побьёт все рекорды. ООН – это не «опять опозорились на весь мир». ГА – не вид слова «ганьба». Украина – не «червона кимната» и не «залена». Фильмы надо учить. По-борому. Кстати, как вам такая мысль? Владимир Зеленский подпадает под категорию олигарха. Закон, для которых косо и криво приняла Верховная Рада. Будет переголосовывать, понятно, но приняла. Зеленский использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию «Слуга народа» и влияет на монополии. Президент использует политическую власть для увеличения капитала в своего окружении. Лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берёт. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах по информации СМИ процветает коррупция. Зеленский контролирует СМИ, но опосредованно. Через надсовет по телерадиовещанию. А после вступления нового закона в действие будет иметь контроль над СМИ олигархов через СНБО. Имеет значительный экономический и политический вес, учитывая программу «Большая стройка». Да, он тратит не свои деньги, а государственные, то есть наши с вами. Но вес его от этого не меньше. Любой олигарх мечтает прокручивать государственные миллиарды и влиять на формирование бюджета. Опять всё сходится. Также аргументом в пользу того, что Зеленский является олигархом, называют финансирование президентом партии «Слуга народа» и контроль над госпредприятиями, которые имеют монопольный статус, «Украфтодор», «Накнафтогаз», «Укрызныця» и другие. Ну, и для вкусного окончания ролика. Вот вам мякотка. Гео Лерас внёс предложение в Раду дать Зеленскому Оскара. Вот что вышло. Президенту України про клопотання перед Американською кіноакадемией про вручення премії «Оскар» Володимиру Зеленському за кращий сценарій та спецефекти у фільмі «Замах», якого не було, дивитися всім. Будь ласка, голосуем. За 35 рішення не прийнято. З будь-якої картки і валюти світу частину всього прибутку від каналу «Пенс» направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.